Здравствуйте, господин Мудранов. Поздравляю вас с победой чемпионата Европы, который проходит в Челябинске. Ваши ощущения, ваши переживания, прошли сутки практически с того момента? Конечно, приятно, когда столько тренировок ты сделал и целенаправленно готовился на чемпионат Европы. И как бы просто трачный труд даром не пропал, чтобы первым сам, конечно, прятый. Сколько людей сюда приехало, я думаю, в весе, которые боролись, я думаю, каждый хотел здесь первым стать. И соединив ты первым становишься, конечно, очень приятно. Вы ожидали, были настроены на... Ну, понятно, что каждый спортсмен настроен на победу, да? Он без этого не может быть шагов у спортсмена. Но ожидали ли вы, что вот так вот произойдет? И когда вы почувствовали, что вы вот-вот уже, в принципе, готовы... Я как бы уже третий раз на Европе борюсь. И один раз за выход в финал проиграл, и за третье место. И кому я проигрывал там, я на турнирах у них потом выигрывал. И как бы я на каждого соперника как бы готовил шаги. И как бы... Ну, не то, что я уверен был, что я первым стану, но я целенаправленно под каждого готовил шаги. Я знал уже, что это как с кем-то раз. Вы работаете со своим личным тренером? И кто он, расскажите? Ну, личный тренер у меня... Ну, мы в основном как бы в сборной тренером сейчас... Ну, да. Но у вас же есть свой тренер, с которым... Да, Виктор Михалыч Бабаян, да. В одной вере будет. Он, кстати, тоже сюда приехал. И как бы он мне постоянно помогает. Почему? В вашем... Как называется клуб, в котором вы тренируетесь? Ну, название такого нет, но у нас... С джи-шоу. Просто краевая школа. Случайно не в вашем клубе, первом в Магдасян? Магдасян, да. Со мной мы с ним в одном зале. Большой привет ему, мы с ним хорошие знакомые. Скажите, вот после того, как вы стали чемпионом Европы, да? Вы какие сейчас планы для себя ставите? Олимпиада – это ваше желание? Или еще пока неизвестно, будете ли вы участвовать в Олимпийских играх? Я как бы еще... Ну, состав-то еще не назвали Олимпиаду. Я думаю, каждый имеет желание туда поехать. Ну, то что поехать. Просто так поехать тоже не хочется. Минимум детально. Так, состав скажут. Но если вам скажут, что вы едете на Олимпиаду, вы готовы морально и физически? Я, если честно, да. Вот сейчас, если скажу. До Олимпиады еще два месяца. Да. Ну, вот на сегодняшний день вы готовы. Вот если вам скажут, что завтра все, едем, то есть полную уверенность, что вы готовы к тому, чтобы бороться на Олимпийских играх? То есть я и психологически, и физически, как бы, думаю, что готовы. Ну, посмотрим, там, нас же вдвое, Арсен Галсиан и я, как бы, он тоже, как же, чемпион Европы. И сейчас скажут, составят и их знают. Между вами в команде нет? Не будет никакой обиды, если возьмут, допустим, Галсиана? То есть вы, как в команде, достаточно дружны? Конечно. Ну, вообще у нас такого, чтобы, там, его взяли, там, а не меня. Такого разногласия, такого нет. Ну, если посчитать тренера, что Арсенов надо брать, ну, значит, так посчитали. Ну, значит, так, посчитали, потому что все. Самый легкий поединок в чемпионате Европы 2012 года? С кем у вас был? Самый легкий. Я, естественно, ну, я все схватки, как бы, японом я был, чисто был. Ну, прям, были схватки, которые я был. За одну секунду я, по-моему, сделал в финале, например, там, за 10 секунд, по-моему, япон, за третью схватку, там, 5 минут, порубить, там. Ну, таких легких схваток, так-то, не было. Японами выиграл все, ну, как-то пришлось порубиться всем. Как вы думаете, вот, в вашей весовой категории борются такие, ну, именитые спортсмены, как Георгий Зантараят, Людвиг Пайшер. Они этот чемпионат рассматривали как подготовку к Олимпиаде, или все-таки как именно старт для завоевания медалей? Чемпионат в Европе, я бы, стартом не может быть для Олимпиады, потому что старт можно стартовать на Кубках Мира, на Кубках Мира, на Гран-при, ну, всякие турниры, чемпионат в Европе. Чемпионат в Европе – это отец института, и ты, например, выиграешь в Кубках Мира, ты не станешь чемпионом в Европе. И даже я думаю, они сюда цельно правильно готовились. Перед Олимпийскими играми, если вас возьмут в Олимпийскую команду, еще будут у вас старты? То есть запланировали турниры? Я не знаю, сейчас на Гран-шлеме я знаю, будут бороться в Москве. В Москве будете бороться? И Голстям будет бороться, и вы? Насчет Орстяна не знаю, мне сказали, я буду бороться. А там уже посмотрим, состав скажет, там мы еще не говорили, пусть и сессиям. Сейчас соревнования закончатся, думаю, собрание будет. Вы будете участвовать в командных соревнованиях? Нет, 60 килограмм, нет, 60 и 100 в командных соревнованиях. А, нет. Помимо дзюдо, ну, дзюдо – это как бы ваша работа, да, такая работа-хобби, да, любая. А помимо дзюдо, чем еще вы увлекаетесь, что вам интересно в свободное время, какой-то, вот, занять хобби, может, что-нибудь? Да, у нас очень мало свободы времени, потому что мы 300 дней в году на соревнованиях и на сборах. Только успеваем приезжать домой через 3-4 дня опять на сборах. Приезжай домой… Ну, я, конечно, в футбол играю постоянно. Ну, как бы, сейчас ровные нам запрещают. Ну, у нас, ну, ОФП сильная была, и это все работа-хобби. Угу. У вас большая семья? Ну, я бы не сказал. У меня – отец, мать и брат. Женаты? Да, жениться недавно. Есть дети? Пока нет. Уже разговаривали с женой. Жена рада, что вы стали чемпионом Европы? Я, если честно, не звоню. Не звонил? Я думаю, я надеюсь, что она рада. Я маме только позвонил. Ну, отец у меня присутствовал здесь. Он вчера смотрел, сюда приезжал. Маме только позвонил, а так же я еще не звонил. Вы планируете после Олимпиады в Лондоне продолжить карьеру спортсменов? Я думаю, что да, потому что у меня в июне только 26 минут. Я думаю, больше спорт в 26 минут. Ничего не так. То есть следующий Олимпийский цикл вы также планируете, и, возможно, вы поедете еще и на Олимпиаду 2016 года? Ну, я как бы планирую бороться, но там как бы сложится. Что бы вы могли пожелать юным дзюдоистам или тем, кто вот смотрит дзюдо, но еще не встал на татами, для того, чтобы дало им, как последнюю каплю, для того, чтобы они пришли на дзюдо, пришли заниматься дзюдо? Ну, дзюдо, например, как сказать. Почему вы пришли на дзюдо? Если честно, мне нравилось бороться прямо с детства. И как бы борьба для них. У нас, где я родился, в городе, там все бойцы были, там невозможно было не тренироваться. И как бы я просто случайно пошел, и как бы понравилось. Меня даже родители не знали, в седьмом классе я пошел, они даже не знали, что я тренировал. То есть вы пошли достаточно поздно уже, да, заниматься? Да, не в 12 лет, да, чуть поздновато. Ну, по сравнению с сегоднями, многие идут дзюдо уже с 6 лет, с 7 лет. А до того, как вы стали заниматься дзюдо, чем-нибудь увлекались? Нет, вообще я ничем не думаю, что просто слабо-то шагу. Только эти. Ну, два раза ходил на греко-римскую, что-то там не понравилось. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо.